Девушки отдыхают Да так засветилось, что буквально воссияло, даже как будто немного ослепило местами Анонсировано Dishonored 2 с женским протагонистом и антуражем технического ренессанса Пока только анонсировано, о деталях никаких не сказали, о дате выхода и подавно Показали чуть ли не всю Fallout 4 Демонстрация тут же вызвала битву молодого поколения игроков с консерваторами Палитра игры посветлела, имеется конструктор нарядов и оружия Даже возможность построить свой дом, и ту добавили Тут же главный герой щеголяет в платье и в шлеме медведя Какой-то Sims Out или Fallout Rising 3 получается Придет к выводу Orthodox Fallout Это самая замечательная игра на свете Джетпаки визж и бластеры пиу-пиу Не согласится с ним современный игрок Зато отведать поделку случится уже в этом году, 10 ноября Там-то все и узнаем А пока анонсировано коллекционное издание с личным пип-боем, да еще и Fallout Shelter на сдачу Это симулятор муравейника для мобильных платформ, слепленный понятно в каком сеттинге Дальнейшие новости от беседки по громкости оказались не такими шумными Трейлер Battle Cry до анонс карточной игры The Elder Scrolls Legends Зато ничего-то на сцене не было лишнего Ни полчища инди, ни облизывания уже вышедших продуктов В общем и целом Bethesda отстрелялась на отлично Выступление Microsoft ознаменовалось игровой нарезкой запредельного качества Контора вспомнила, что некогда успешно конкурировала Sony и решила вновь взять победный курс Так, например, громким объявлением стала возможность обратной совместимости приставки восьмого поколения На Xbox One можно будет пошпилить в игры Xbox 360 Проекты будут добавляться пачками, а докупать ничего не нужно будет В современном Sony такое даже и не снилось Затем Майки презентовали Xbox Game Preview Сервис раннего доступа аналогичный Steam Early Access Дебютантами на Ниве доступной сыромятины Станут Elite Dangerous, The Long Dark, DayZ и Shelter Анонсирован Xbox Elite Wireless Controller Капитан подсказывает нам, что это элитный беспроводной контроллер Геймпад обладает дополнительными кнопками-лепестками на задней стенке устройства Невиданными ранее переключателями и триггерами, а также возможностью смены органов управления Модульная система — незаменимая штука для гибкой настройки контроллера под себя любимого Приятная новость заключается в том, что элитный геймпад будет работать как с Xbox One, так и с операционной системой Windows 10 Жемчужин выступления американцев было несколько, и одно из них стало... эээ... стало... Хейло, а именно пятая часть — Guardians Кооперативный режим презентовали, геймплейный ролик показали, желание обладать консолью у еще не обладающих вызвали Выглядит картинка офигенно круто! Хочется поскорее опробовать проект на деле, но случится это лишь 27 октября А если учесть, что в 2016 году еще и Gears of War 4 выйдет, так совсем никаких сомнений не остается Новая часть франшизы была анонсирована, да еще и геймплейное видео свое показало Качество увиденного находится на самом высоком уровне, а переживать за геймплей не приходится ввиду названия проекта Кто не пробовал игру, может исправиться с помощью Gears of War Ultimate Edition Изданием оригинальной поделки отполированным высоким разрешением и разверткой в 60 кадров в секунду Все дополнения также будут на борту, да еще и бонусного контента на полтора часа пообещали Выйдет и на ПК Разгул жемчужин поддержала и барышня Лара Крофт Прыгая по ледникам, она постоянно подвергает свою жизнь опасности, а именно это нам и надо Конечно, многие бы хотели еще и скоропостижного снятия эксклюзивности Ведь изначально проект выйдет сугубо на Xbox One А случится это событие 10 ноября 2015 года Зато уже 15 сентября можно будет порадоваться Forza Motorsport 6 Невероятно детализированная графика тебе обеспечена Красивый ролик под красивую музыку тут же заставил всех в зале очень захотеть Захотеть игру, конечно Что еще могут хотеть владельцы Xbox? Заслужил внимание и анонс рекорд Футуристической саги от Кейдзи и Нафуне Создателя Мегамена и продюсера Анимуша и Дедрайзинг Действо выглядит без преувеличения завораживающе А играть придется за одного из немногих выживших людей К созданию игры прикладывают все свои конечности авторы Metroid Prime Так что в своей совокупности имена разработчиков вселяют оптимизм Да и дебютный трейлер выглядит классно Как будто этого недостаточно выступила Fable Legends Игру обещают выпустить уже в этом году Чтобы подогреть интерес публики, мелкомягкие показали красочный ролик кооперативного приключения Прошлое у серии неоднозначное, так что уверенным ни в чем быть нельзя Но верить конечно хочется только в лучшее В качестве бонуса именно на презентации Microsoft была официально анонсирована Dark Souls 3 Чем никого не удивило? Как мы уже говорили, игра появится в начале 2016 года Еще на сцену выкатился вагон и огромная телега инди-проектов в рамках летописи ID Xbox Показанные продукты были более чем интересные, но итоги не резиновые А впереди еще множество крупных и мясистых проектов На радость геймеров на сцене появилась печально известная EA Студии, пару лет подряд получавшей заслуженный титул худшей конторы года, нужно реабилитироваться Полностью доверие не восстановлено, но фирма явно идет на поправку Наконец засветился дебютный трейлер новой части Mass Effect Игра получила название Андромеда, и о ней по-прежнему мало что известно BioWare под крылом EA продолжают играть в молчанку, сохраняя интригу Доподлинно известно, что за графон отвечает движок Frostbite А упор будет сделан на исследование галактики Поделка ожидается к выходу через полтора года, зимой 2016-го На ПК, PlayStation 4 и Xbox One Чтобы не показалось мало, те же BioWare анонсировали Knights of the Fallen Empire Дополнение к Star Wars The Old Republic Поиграть в него можно будет уже 27 октября И поиграть нужно будет обязательно Потому как является оно самой масштабной добавкой в сюжетной части Ход которой будет зависеть от принятых решений Но самое главное, новые горизонты развития и новые неисследованные локации Звездных войн много не бывает Одна из звезд программы и название имеет звездное Star Wars Battlefront Кто сильно горевал по поводу мультиплеерной направленности шутера Можете перегоревать поменьше Ибо был представлен кооперативный режим Сравниться ли он с командными перестрелками покажет лишь время А DICE тем временем неплохо убедили собравшихся в том Что проект они намерены выпустить, мягко говоря, отличным Показали FIFA 16, но кого она может удивить? Показали и показали Они ее каждый год показывают, ровно как и остальной свой выводок спортивных проектов с новыми цифрами в названии Было еще много чего куда более занятного Например, демонстрация Need for Speed ЕА поклялась, что все показанное чистой воды демонстрация игрового движка Мы им, конечно, поверили, но обещались проинспектировать успехи лично 3 ноября Именно тогда проект осчастливит своим появлением всех заждавшихся Авторы не самой полюбившейся народу Rivals обещают уделить внимание пяти элементам Скорости, стилю, кастомизации, командам и беззаконности Mirror's Edge Catalyst поманила всех своей красотой Представленная игра пересмотрит весь свой паркурный опыт от оригинальной Mirror's Edge Переписан сюжет, переработан мир, понятное дело улучшена графика И, пожалуйста, ремейк классики современности Ожидать проект стоит на Всемирный день игр Кромосомы 23 февраля 2016 года На ПК, PS4 и Xbox One Как и следовало ожидать, была анонсирована Plants with Zombies Garden Warfare 2 Ничего удивительного и поразительного этот анонс с собой не привнес Все, что было, только лучше и больше И цифра 2 имеется На закуску Unravel Платформер с очаровательным главным героем Тебе предстоит играть за гуманоидный клубок ниток Постепенно расплетающийся по мере прохождения Геймплей смотрится просто шикарно Словно на душевную игру вдруг откуда ни возьмись Упал огромный мешок бабла Из того, что тебе срочно нужно узнать о выступлении ЕА Это все Ubisoft подготовила много чего относительно интересного Почему относительно? Ну, потому что объявлений было масса Но по своей громкости они уступают уже прозвучавшим Давай посмотрим, сумели ли французы потрясти твое воображение Во внеочередной раз были показаны Rainbow Six Siege и Tom Clancy's The Division Об этих проектах мы знаем уже едва ли не больше самих разработчиков Единственное, чем они могут удивить Это выходом Радуга 6 порадует игроков 13 октября этого А дивизион 8 марта будущего года Подогреть интерес были рождены и мультиплеерные И кооперативные, и сюжетные трейлеры Выбирай, какие больше нравятся Понятное дело, тут же на сцену выскочил Джейкоб Фрай Да не один, а со своей сестрой Иви Если до тебя не доходит, то речь идет об Assassin's Creed Syndicate Красной нитью, прошедшейся по конференции Ubisoft Кинематографическим и геймплейным трейлером команда не ограничилась И попросила предзаказать их игру хотя бы ради сестры главного героя Купи ты этого ассасина уже, а то юбики ж не отстанут Будут по трейлеру в день выпускать, пока ты не разрубишь интернет-кабель своим скрытным клинком Анонсировано Just Dance 2016 Анонсировано Trackmania Turbo Анонсировано Anno 2205 Анонсировано South Park The Fractured Bad Hall Анонсировано For Honor Анонсировано Ghost Recon Wildlands Налетай, какая игра интереснее С Just Dance 2016 все понятно Знакомый геймплей плюс новые треки Купи их скорее, купи-купи Trackmania тоже особых вопросов не вызывает Одна из самых убийственных для нервов игр обзаведется продолжением А то давненько его не было Куда любопытнее следующие анонсы Градостроительный симулятор Anno 2205 предлагает устремить взор на Луну Да и не только взор, но и челноки, шаттлы и ракеты Нужно будет колонизировать наш родной спутник Ресурсы будут путешествовать с Земли на Луну и обратно И выйдет проект уже 3 ноября этого года South Park The Fractured Bad Hall продолжает историю полюбившейся многим палки истины Разработчиком значится уже не Obsidian Entertainment, но Ubisoft Сан-Франциско Тем не менее, авторы обязуются сохранить атмосферу и геймплей нетронутыми Лишь написав новую сюжетную кампанию Роль останется той же Новый пацан, якшающийся с любимыми героями Остается лишь надеяться, что игра получится шикарной For Honor это командные бои в роли рыцарей, викингов и самураев Средневековой Арины предложат баталии стенка на стенку в формате доминирования Разработчики сразу и дебютный трейлер и геймплей показали И если первое видео выглядит интересно, то игровой процесс чего-то совсем не впечатляет Ghost Recon Wildlands расскажет о наркокартелях, у которых героина столько, что разве из карманов при беге не вываливается На этот развеселый огонек забегает команда борцов с нехорошими людьми, чтобы протестировать одиночные и многопользовательские режимы Последовательность миссий при этом будет выбираться лично тобой Правда, когда это будет, пока не ясно Ждем дату анонса Вот и все интересности, которыми могла запомниться Ubisoft Интересны ли тебе эти интересности, решай самостоятельно А мы идем дальше А дальше началось тонкое дело Восток, Япония, Sony Гигант игровой индустрии не раз срывал овации аудитории И сейчас мы проверим, захочется ли похлопать в ладоши при воспоминании об их подвигах Прежде всего, оцени финт ушами Права на эксклюзивные материалы по Call of Duty ушли в сторону Sony Раньше оно как? Ранние бета-тесты, эксклюзивные материалы для игры Все шло в копилку Microsoft Теперь нет Чтобы как следует это подтвердить, восточная контора продемонстрировала трейлер проекта Одно хвастовство у этих извечных конкурентов, ей-богу The Last Guardian, что давно была одной ногой в могиле, все же показали Игре быть, но теперь уже ясно дело не на PS3 Но на PS4 По этому поводу, вот тебе демонстрация летающего курапса С вытекающим из этого геймплеем Дальше больше Блеснул антуражем грядущий эксклюзив Fretcher & Clank Планета Гаспар, локация из оригинальной игры Встречает тебя в своей переработанной красоте Полюбоваться этим делом на своем телеэкране случится не раньше весны 2016 года Так что запасись терпением Свеже анонсированная Horizon Zero Dawn предложит необыкновенный мир будущего Где по земле разгуливают роботы-динозавры У руля авторы серии Killzone Хорошо, наверное, что после Shadow Fall они решили немного изменить курс Смотрится Horizon Zero Dawn как минимум необычно А то и вовсе завораживающе Анонсирована новая игра в серии Hitman Получившая благозвучное название Hitman Господин 47 возвращается и его лысина не сулит ничего хорошего с заказанным гражданам Свобода действий, ровно как и режим контрактов, останутся при нем Повторяем, при нем Игру стоит ждать не только на платформу от Sony 8 декабря этого года она появится и на ПК, и на Xbox 1 Засветилась No Man's Sky Цель разработки этой игры как будто одна Показывать ролики на E3 Год от года на E3 ее показывают и показывают И показывают и показывают А она, бедная, даже не определилась еще с датой выхода Ждем дальнейшей демонстрации поделки на E3 будущего года Долго ли коротко, но Sony плавно подошла к проектам, которые являлись многим игрокам в эротических снах Final Fantasy VII Remake больше не слух И даже не этот самый сон Игра официально анонсирована На фоне этого анонса и показывать ничего не нужно было Но все же Sony предоставила красивый ролик окружения Заканчивающийся героической спиной Клауда Многие геймеры описались от счастья Другие же чешут репу и не понимают, в чем сыр-бор Пойди объясни им значимость события В ту же трубу улетят и попытки объяснить, что такое Shenmue А тем временем японцы анонсировали третью часть легендарной серии Ну как анонсировали, сказали, что открывают предзаказ средств на Kickstarter И попросили у доноров 2 миллиона долларов Сумму собрали менее чем за 12 часов Что является ого-го себе какой компанией по сбору средств Всем бы так В общем Shenmue 3 будет Возрадуйся Ну и конечно, святая святых Uncharted 4 Сверхнула всей своей эксклюзивной красотой И проработка деталей радует И нон-стоп экшен на месте Хейтеры, конечно, поспешили заприметить мыльцо Но в беседе с ними есть что возразить У вас просто Sony нормальной не было Ради такого не жалко и почку продать Чтобы наконец купить себе PS4 Кому почку? Хорошая почка, качественная Анонсирован и тут же введен в эксплуатацию Медиаплеер для четвертой PlayStation Теперь приставку наконец-то можно будет использовать В качестве медиасервера Но не играть же на ней в самом деле Вот в принципе и все, что сумела показать Sony Тут опять же на любителя Кто-то признает эту презентацию лучшей на E3 А кто-то сидит на форумах Пытаясь осквернить лик святого Натана Дальше по курсу выступления Nintendo Поскольку в этом выпуске итогов Мы размещаем самые интересные новости E3 То в случае с Nintendo Эта новость заключается в том Что мы сумели пережить их презентацию Марио, Зельда, Марио, Марио, Ёж, редактор карт Марио И еще немного Марио Да нет, много Марио И да, отпраздновали 30-летний юбилей Марио Следующий Выступление Square Enix было бы куда более впечатляющим Не растаскайся материалы по другим презентациям Tomb Raider была на Microsoft Final Fantasy VII была на Sony Hitman успел засветиться там же Команде ничего не оставалось Кроме как показать немного геймплея этого самого Hitman Лысый агент изрядно помолодел и растерял где-то весь графон Но не за картинку любимой серии Если разработчики дадут возможность подстроить все убийства под несчастный случай То все грехи им будут прощены Анонсирована Lara Croft Go Пошаговая расхитительница-громниц для мобильных устройств Хотя бы эта Лара осталась нетронутой для презентации лично Square Enix Апогей конференции скворечников Геймплей Deus Ex Mankind Divided Показали новые способности Адама Детальные локации и кое-какие сюжетные сцены Жизнь медом не покажется Ведь в суровом мире будущего идет настоящая травля аугментированных граждан Фирменный желтый фильтр ослабил свои позиции Но черт возьми Mankind Divided Одна из самых ожидаемых современных игр Поэтому с нетерпением ждем ее релиза в 2016 году Помимо классических презентаций по инициативе AMD Прошла и PC Gaming Show Возрождение некогда очень востребованного направления гейминга Урора презентация не привнесла, если не считать таковым, анонсы Killer Instinct на ПК И дополнение к Pillars of Eternity, получившее название The White March Дата визита возрождения легендарного файтинга на ПК не названа Но один лишь факт того, что оно будет, это уже круто Плюс ко всему состязания поддержат кроссплатформу Так что онлайн не должен быть дохлым А с дополнением к Pillars of Eternity все предельно ясно Продолжение короткой сюжетной кампании Поднятие левелкапа выше 12 уровня Новые компаньоны и навыки Здесь же на PC Gaming Show анонсировали Rising Storm 2 Vietnam Продолжение шутера от Ripeware Interactive Показали кровавый и динамичный геймплей Killing Floor 2 И... все! Интересного больше ничего не провернули Ну и ладно, ведь и вне громких презентаций событий Е3 Хватит на отдельный выпуск итогов Mad Max пощеголял своим новым сюжетным трейлером Выглядит поделка все еще не очень уверенно Но чего уж там гадать Уже 4 сентября ты сможешь узнать Получится ли игровой проект таким же крутым, как и безумный Макс с широких экранов Warhammer End Times Vermintide показала свой игровой процесс Смотрится он как настоящая кровавая баня Только вот в мясорубку попадает лишь один вид врагов Настораживает Rock Band 4 показала новый трейлер И призналась, что выйдет 6 октября этого года Если у тебя нет гитарного и барабанного контроллера Но имеется намерение сколотить собственную диванную группу Придется раскошелиться? Напоминаем, релиз 6 октября Guitar Hero Live же появится 20 октября И помимо нового контроллера представит и новую разработку CGH TV Объединяющие в себе социальные функции И постоянно обновляющийся каталог песен Страшно интересно Очень классно выглядит подготовленный к выставке трейлер Metal Gear Solid V The Phantom Pain Видеоряд подобран шикарно А рогатый герой вкупе с другими персонажами способен вызвать чувства даже без полноценного повествования Чуем, не зря Хидео Коджима свой японский хлеб ест Ой, не зря Выходит проект 1 сентября Показан первый геймплейный трейлер World War Toons Интересная идея заключается в смене класса при подборе определенного типа оружия Не очень интересное в том, что мировая война представлена через юмористическую и веселую призму Каждый, конечно, волен относиться к этому по-своему Где-то между презентациями затесался и свежий трейлер King's Quest Любители старины радуются Современные игроки приходят в ужас, не досчитавшись полигонов Релиз игры запланирован уже на июле этого года То есть на совсем-совсем скоро Transformers Devastation больше не набор домыслов Platinum Games, авторы Metal Gear Rising и Bayonetta 2 Собираются вернуть тебе золотое детство Optimus Prime метелит комбатиконов И выглядит все так, словно сегодня вместо слова пастыря По телевизору все же показывают вожделенных трансформеров Правда, нацелена команда разработчиков на все платформы Да к тому же в портфолио студии, помимо хитов, значится и недавняя легенда о Коре В общем, остается лишь ждать, надеяться и верить Как минимум до осени 2015 года Вот, пожалуй, и все громкие события, которыми сумела разразиться Е3 Определенно! Это была одна из лучших выставок за все время существования Electronic Entertainment Expo Doom, Fallout 4, Dark Souls 3, Disconnor 2, Mass Effect Andromeda, Mirror's Edge Catalyst, Hitman, Last Guardian, Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3, Uncharted 4, новый Deus Ex Глаза разбежались во все стороны И теперь можно с легкостью составить программку интересующих проектов Заноси любимца в список желаемого и не теряй из виду Ровно как не теряй из виду и нас Это было совместное путешествие по Е3 Не переключайся и... Будь с нами, будь в курсе! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова